Поздравляю Оливейра с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в легком весе. Угадайте, кто станет 12-м? Мои поздравления Чарльзу Оливейра. Ты прошел сложный путь и заслужил быть чемпионом. И Майк Чендлер, выше голову, с огромной высоты упал в самый низ. Поздравляю Чарльза Оливейра. Прибереги этот пояс для меня. Скоро увидимся. Оливейра теперь мужик. Он чемпион. Но будет только жестче, ведь у Макгрегора бой против Парье. И победитель может подраться за пояс. Джастин Гэджи, бывший временный чемпион, может получить шанс. Претендентов очень много. Так что Оливейра сегодня бы отдохнуть. Ведь это золотая игрушка, из-за которой все плачут теперь у него. И целый список убийц стоят в очереди, скрипя зубами. И говорят, я могу побить Оливейра. Но легко не будет. У Оливейра больше побед с обмишенными, чем у кого-либо в UFC. И теперь он чемпион. Чарльз, я говорил с бразильским репортером, и он сказал, что до сегодняшнего дня ты отказывался прикасаться к поясу чемпиона. У тебя была такая возможность, но ты не хотел трогать его, пока он не твой. Это правда? Почему ты так поступал? И каково держать собственный пояс в руках? Я не хотел прикасаться к тому, что не принадлежит мне. Я хотел брать свой, и теперь он у меня. Все благодаря Богу. На это ушли годы. Это все, что я вам скажу. Расскажи о том, как проходил первый раунд. Было видно, что тебе приходилось нелегко. Как можешь описать свое состояние? Майкл жесткий парень. Один из лучших. Бой не мог оказаться легким. Перед выходом на второй раунд, твои угловые давали тебе какие-то рекомендации, корректировки? Нет. У меня лучшие угловые в мире. Мне сказали успокоиться, продышаться и провести второй раунд лучше, чем первый. Перед боем Майкл говорил, что он тебя сломает, заставит сдаться и все в таком духе. Не становится ли твоя победа еще слаще, учитывая, как ты одержал над ним победу? Приятно, когда происходит именно так. Он много всего наговорил. Наверное, в надежде на то, что это заставит меня сомневаться в себе. Но вы видели, что было во втором раунде. Думаешь, следующий бой ты проведешь против победителя боя Макгрегор Парье? Чемпион теперь я. Хотят боя? Пускай приходят. Тебя радует факт того, что такая звезда, как Конор Макгрегор, будет вынужден идти за тобой и выбивать себе право на бой? Как тебе такая роль? Еще как. Сколько раз я вызывал его, и он молчал. А теперь ему придется бегать за мной. Думаешь, он будет бегать за тобой? Да, само собой, все хотят получить этого малыша, но я готов его защищать. Что насчет Хабиба? Думаешь, тебе удалось произвести на него такое впечатление, что он задумается о возвращении ради боя с тобой, чтобы доказать, что он лучший легковес? Все продолжают говорить про Хабиба. Да, без сомнений, он великий чемпион. 29 боев, и ни один не проиграл. Но теперь новая эра. Эра Оливейра. Майк, как ощущаешь себя после такого безумного боя? Во-первых, снимаю перед Оливейра шляпу. За то, что он смог продержаться в первом раунде, хотя ему было нелегко. Во-вторых, огромное спасибо UFC за эту возможность. Особенно Дане и Хантеру, только что с ними говорил. Все это похоже на сон. И неважно, победа или поражение. Но так уж случилось. Что мне надрали зад? Еще одно поражение в рекорде. Но знаете, бывало гораздо, гораздо хуже. Мне казалось, что все идет по плану. Шло своим чередом. Но вот, я говорю с вами без пояса на столе. Но я пойду вперед, и шаги будут широкими. Сначала я поднялся выше некуда. А теперь... Не скажу, что самое дно. Ведь Оливейра боец мирового класса. И бой за пояс UFC — величайшая возможность в боях. И как я говорю сыну, упасть не позорно. Позорно не встать. Завтра я отправлюсь домой. Отправлюсь без пояса. И мы будем думать над тем, что будем делать дальше. Вы вроде шли на равных. Что скажешь про бой? Да все было круто. Я был счастлив выйти и показать себя против одного из лучших грэпплеров на планете. Я позволил ему забрать свою спину. Я всегда это делаю. Позволяю соперникам зайти за спину, и в итоге, как правило, они оказываются в защите на спине. Так происходит почти всегда. Это была одна из ситуаций, когда я вообще не ощущал опасности. И да, соглашусь, что нужно быть дураком, чтобы не ощущать опасности, когда Оливейра забирает твою спину. Но я ощущал, что все под контролем. Я бы не позволил ему забрать инициативу. Как вы видели, я показал свои навыки в борьбе. Показал анти-джиу-джитсу. Но проиграл-то я именно в стойке, а не в борьбе. Ну что, Беннил Дариуш одержал победу в доминирующем стиле и сразу вопрос, была ли борьба основным геймпланом на бой с Тони? В общем-то да. У меня на каждый бой геймплан. Но, как правило, он смывается в унитаз. Ну а сегодня мне удалось услышать все советы. Вести бой безопасно, не рисковать. И вроде так и было. Один хрен Тони жесткий. Обычно в грэплинге я намного лучше. Он смог защититься от всего. Ни разу не оказался в опасном положении. Все время какие-то странные позиции занимал. И в целом дрался непривычно. Но в любом случае, спасибо ему. Спасибо за хороший бой и тебе. Я хотела спросить, был ли какой-то опасный момент со стороны Тони? Например, когда он пытался тебя задушить. Скажу так. Сама ситуация была странной. Не помню точно. Но вроде его голова так и не оказалась у меня под мышкой. Не ощущалось, как удушение. Но держал он довольно крепко. Мне казалось, что я застрял навечно. Также я понимал, что если позволю ему двигаться, он так и сможет меня задушить. Тони, он какой-то скользкий. Наверное, потому что худой. Из-за этого я никак не мог хорошенько взять его в захват. Проиграл позицию и пришлось хватать его ноги в замок. Так что я не старался зайти ему за спину. Какой же странный и непонятный противник этот Тони. Было ли сложно подготовиться к такому противнику, как он? Да. Дело такое. Я вообще не знал, как именно будет проходить поединок. Он очень мало закрывал позиции. Мало рисковал, чтобы встать. Так что он совсем не такой, как я ожидал. Что вы говорили друг другу после боя? Я всего лишь хотел узнать у него, в порядке ли колено. Ведь оно выскочило, когда я делал болевой. Он говорит, у меня все в порядке. А я... Ты давай, лечи свою ногу. Больше не знал, что сказать. Как бы ты оценил Тони в сравнении с другими своими соперниками? Он самый жесткий из них. Вообще не думает сдаваться. А я, знаете, давлю на них хорошо. Многие ломаются, а он нет. Мое почтение. Продолжение следует... Пару слов про главный бой. Оливейро показал невероятное выступление. Поделись эмоциями о том, как Оливейро себя показал. Да, это был офигенный главный бой. Оба парня показали себя просто обалденно. И... В итоге Оливейро забрал свое. Офигенный бой. Особенно первый раунд. Оливейро провел в UFC около 10 лет. У него были и взлеты, и падения. И я хотел бы спросить. Ясное дело, ты видел, насколько это талантливый парень. Но ты когда-то задумывался, смотря на него. Вот, рано или поздно он будет чемпионом. Или ты сомневался? С этими парнями никогда не знаешь. Никогда не знаешь, как оно будет. У всей этой темы есть одна главная фишка. Это время. И за время многое произошло. Ушел Хабиб. Потом Конор проиграл Парье. И у них будет третий бой. В бою против Хукера Чендлер показал себя офигенно. И ради победы он был готов на все. Подрался бы с любым. Все эти события предшествовали сегодняшнему бою в Хьюстоне. И главный бой был потрясающим. Так как пояс чемпиона теперь разыгран, ты не начал думать о том, кто будет на него претендовать? Есть такой парень, как Джастин Гэджи. Также впереди огромный бой между Конором Макгрегором и Дастином Парье. Как, по твоему мнению, должна разыграться баталия между этими парнями? У тебя уже есть идеи? Я об этом пока даже не думал. Не было ни малейшей мысли. Для начала я вернусь домой, и уже потом начну об этом думать. И вопрос, который мне не хотелось задавать, но придется. Все мы слышали, как фанаты встречали Тони перед боем. Но он проиграл все три раунда. Ты уже с ним общался? Как думаешь? Что дальше? Многие задаются вопросом, сколько в Тони осталось сил. Я тебя услышал. Тони провел три тяжелых раунда. Он не мог остановить тейкдауны, не мог подняться в стойку, сказать правильнее. Беннил не давал ему этого сделать. Да, для Тони это был тяжелый бой. Поэтому не знаю. Посмотрим, как будет. В продолжение прошлого вопроса. За последние 30 минут в октагоне Тони нанес всего 30 ударов, что далеко не хороший знак для бойца. Погоди, повтори. Тони нанес 30 ударов за 30 минут. Не ахти какой результат. Согласен с тем, что его бой с Гэджи стал своего рода финальной точкой в карьере Тони? Да, может быть и так, а может быть это... Понимаешь, время никого не щадит. Так что наверняка что-то из этого повлияло. А может быть и то, и то. Но так или иначе, к сожалению, на Тони это повлияло. Я знаю, что ты не делаешь выводы в тот же день после боев. Но может пора подумать над тем, что Тони нуждается в серьезном разговоре. Или ты оставишь решение исключительно за ним. Я не знаю. Я об этом пока даже не думал. Но Тони все еще охренеть какой жесткий. Вы все видели, как ему провели болевой. И его нога до самого конца боя была похожа, а пухла как мяч для гольфа. Может быть даже как бейсбольный мяч. Но он продолжал бой и не собирался сдаваться. Да, да, так и есть. Тони жесткий. Согласен на все сто. Что ты теперь будешь делать с Майклом Чентлером? Он все-таки был очень близок к тому, чтобы стать чемпионом. Хоть и проиграл. Но Майкл, он хороший парень. Он один из лучших бойцов мира. И он никуда не денется. Впереди его ждет еще много хороших боев. Хоть у многих и была. Своего рода претензия в его адрес. Типа у него слишком мало опыта в UFC. И хоть он и не победил, я могу с уверенностью сказать, что его ожидает целая куча соперников и боев. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok